Всем привет! Привет! Ну или хеллоу. Хай-хай, с вами, мне кажется, чёрт не то. Хай-гай, с вами Лиза. Найс. Что вас ждёт в этом видео? А знаете что? Вот это! Лиз, ты вообще больная? И зачем? Ты нормальная? Ты реально хочешь это сделать, Лиза? А почему нет? Ты шо, издеваешься? Ты шо, больная? Ну а почему нет? Это безумие, типа, ты просто не понимаешь, о чём ты говоришь. И я считаю, что это будет правильно. Честно, это всего лишь изменение. Маленькое, ну или не маленькое изменение, просто гормоны какие-то. Ну ладно, давай объясню. Ты ненормальная? Это нормально, понимаешь? Нет, это ненормально, Лиза. Ты вообще головой бахнулась? Просто моё желание. Короче, сегодня будет жёсткий пранк. Это мягко сказано. Сегодня я скажу ребятам, что я хочу сменитьку с девушки на мужчину. Знаете что? Всё достаточно логично. Короче, перед началом видео ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Лиза Найс. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. А сегодня мы пранканем всех ребят из ULAB Home. Всё как вы любите. Даже не знаю, с кого начать, но... Просто погнали! Для поднятия настроения предлагаю станцевать. Погнали! Я не знаю, кто сейчас в доме есть, но мы будем пранковать каждого, кого встретим. И я надеюсь, они нормально на это отреагируют. Короче, посмотрим. Всё, что нам надо сделать, это найти сейчас, ребят. Стопэ. Я, знаете, что я поняла? Мне не надо отвлекаться на разные вещи. Просто погнали искать, ребят. Это самое важное. Ребят! Ребят! Алло! Ребят! Короче, мне очень сложно кого-то найти, но я знаю, где точно есть один человек. И это Коля, и он, естественно, в своей комнате. Погнали! Коля, слушай, приветик. Привет. У меня к тебе несколько вопросов, я просто не имею понятия, как на это отреагируют все ребята, поэтому решила сначала спросить у тебя. Как ты относишься к трансгендерам? Ну, нормально. Как? То есть без негатива, правильно? Ну, да. У меня просто такой прикол, не знаю. Ты что, решила быть трансгендером? Ну, практически. Сменить пол? Да. Ару, серьезно? Я не думала, что ты угадаешь, я просто дала такую подсказку, наверное, жесткую. Короче, я хочу сменить пол, потому что это прикольно, быть мальчиком, круто. Вот смотри, реально, давай я назову тебя все плюсы девочек и все плюсы мальчиков. Плюсы мальчиков. Лиз, ты свое умеешь? Нет, подожди. Какие трансгендеры? Давай лучше минусы, назову, так будет намного проще. Девушкам надо рожать. Девушкам надо вот это вот терпеть все с месячными. С девушкам так сложно. А пацаны? А что им делать? Важно просто, чтобы человек зарабатывал. Тем более, сейчас это применимо и к девушкам, и к парням. Так ты вообще понимаешь, это сколько нужно всего, чтобы пройти этот этап от девушки к мальчику? Я знаю, что там надо сделать операцию. Я, кстати, была в Таиланде, там очень много трансгендеров, и они такие прекрасные. Только там из мужчин женщину, но я думаю, что из женщины мужчину тоже есть. Я не скажу, что я себе не нравлюсь, но если бы я была чуваком, я просто знаю, как бы я подстриглась, что бы я носила. Я бы знаю, каким офигенным чуваком я была бы. Может, не надо? Лиз, это очень странно. Зачем тебе это? Ты уже с Леоном об этом говорила? Я не знаю, что придется пройти, конечно. И, чтобы ты понимал, сейчас это не просто типа ля-ля-ля-ля, я сейчас активно занимаюсь тем... Ну, ты серьезно устроена? Да, я активно занимаюсь тем, чтобы найти хирурга, скорее всего, в Таиланде. И буквально через месяца три, когда мне уже будет шестнадцать, и с разрешением родителей, только я не знаю, как родители на это тренируют. Ты же говорила, что транзлеты нормально, то есть... Нет, но я тебя не отговариваю, ну зачем тебе это? Ну, если это делают люди, которые чувствуют себя внутри другого пола, но ты же себя нормально чувствуешь? Нет, ну подожди, а вдруг я реально чувствую себя мужчиной? Я понимаю, что мне это, конечно, больше для целей того, чтобы не рожать, вот это не мучиться, все дела, быть женщиной. Ну, не знаю, если это твой осознанный выбор, а ты уже кому-то рассказывала? Нет, только тебе. Можешь, пожалуйста, никому не говорить? Это супер важно. Ну, ладно. Потому что я думаю сейчас по очереди кому-то рассказывать или сразу всем. Мне кажется, нужно в первую очередь рассказать об этом Леону. Ладно. Окей, ну удачи. Да, только вообще не помню. Окей, хорошо. Твою налево. Прикиньте, если... Господи... Ладно, это было странно, страшно, но, кстати, я не скажу, что я думала о том, чтобы сменить пол, но когда-то я думала над тем, чтобы что-то с собой сделать, чтобы мне не пришлось там ни рожать, ни митичь. Короче, девочки понимают меня, потому что это не самое классное в жизни. Но, а сейчас мы идем искать других ребят, потому что я больше не знаю, где кто, где все. Погнали. У меня есть прекрасная идея, куда можно поставить камеру. Скорее всего, многие знают, но у Карины, короче, тут окно выходит на улицу. Надо снимать отсюда, а я буду писать петличкой. Погнали. А может быть, она... Пару секундочек. Давай. У меня к тебе... Ну, смотри, это очень странный разговор, максимально странный, но я бы очень хотела, чтобы ты никому вообще с ними не делилась. Ты ко мне приходишь не столько во время пранков. Но сейчас реально, я просто так подумала. У нас сейчас такой мир, когда открыты вообще все возможности. И знаешь, ну, не знаю, как тебя, но меня вот постоянно бесит, допустим, месячный. И то, что там, не знаю, постоянно ты нервозный, все дела. А если... Не то, чтобы удалить матку, а заметь... Ша! Подожди, подожди, все. Забудь все, что я сказала. Как ты смотришь на трансгендеров? Нейтрально. Нейтрально. Ну, все. Просто у меня появилось... Ты хочешь себя кастрировать, Лиза? Я хочу усынуть пол. What? Напьешься гормонов, будешь мужиком. Да. Месячные могут не уйти. Как это не уйти? А вот так. А я там пришлю себе что-то. Что ты себе пришьешь? Ну, как они делают? Они делают... Они до сих пор этого не делают. Большинство женщин, которые были мужчинами, они все ничего не пришивают. Потому что это нереально. Я хотела... Ага, я хотела... Лиза, все, что ты можешь сделать, это пропить гормоны. Они у тебя сами-самой пропадут. Но ты дебилка. Если ты вдруг когда-нибудь захочешь себе ребенка... Лиз, то что? Месячные могут и не вернуться. Ну, не вернуться и вообще прекрасно. Смотри, что... Не хочешь рожать ребенка, не рожай. Но это не значит, что тебе надо все удалять. Я просто знаю, что в чем... Добавляет. Думаю. Ну вот, посмотри на меня. Ну. Представь, что вот у меня такие короткие волосы. Какие-нибудь... Не знаю, как у Жени, как у Леона. Ой-ой-ой. О, короткие дреды вот так представляют, как у Леона. И что? И смотри. Я могу себе сделать какую-то... А бывает ли на пластике носа, которые увеличивают нос? Как у мужчин делали. You crazy girl. Это пока что... Ну, только... И смотри, что дает 15-летие, дает о себе знать временами. Какой мужчина. Просто понимаешь, я смотрю на себя там через 20 лет, и прикинь, если я уже... Кольца ты носишь, всякие пандоры носишь. Смурит это все. Просто я вот думаю. А почему нет? Хорошо, если тебе не понравится. Ты можешь так себе, блин, завязать свои волосы и посмотреть. Походить в кепочках пару дней, не краситься пару дней. Будешь ты себе мужиком, как захочешь. И он скажет, ты что, дудивилка дурная? И все, ты передумаешь. Ладно, мне кажется, самое лучшее решение, это сейчас поговорить с Леоной, потому что я не знаю, как это делать. Действительно. Походу нас кто-то подслушивал. Окей, главное, чтобы тот человек, который подслушивал, сейчас никому остальному не рассказал, чтобы пранк получился, блин. Короче, реакция Калины. Я ее понимаю, что... И я бы не хотела, наверное, менять пол, но все же. Рома, подожди, подожди сюда. Я хочу сменить пол. Какой пол? Что же он с тобой? Все нормально, Лис? Все нормально. Все хорошо. Зато как это школа, все... Все хорошо. Это ламинат, что с тобой происходит вообще? Только что я разговаривала с Леоном, и его реакция... Ну, я не думала, что так все будет. Я думала, он... Короче. Я решила это не вставлять вообще в видео, потому что мне его реакция не понравилась, и она была обидна, и я не знаю. Я не хочу это сейчас вам показывать, но если вы все-таки хотите, я сделаю еще одну часть и покажу всех ребят, которых я не показывала раньше, их реакцию, и, собственно говоря, реакцию Леона. Потому что, честно, это было странно. Короче, я устала на самом деле от этого всего, но я хочу еще пранкануть Кирилла. Боже, как тут не прибрано. Дайте мне две минуты. Так уже лучше, там бардак, но... Самое главное, эта кровать прибрана. Набираем Кириллсу. Скорее всего, он на первом этаже. Или не в доме. Я надеюсь, в доме. Алло, Кирилл, слушай, а ты в доме? Да. А ты не мог бы подойти, пожалуйста? Надо поговорить. О, классно. А что это за кофта? Южа, давай к тебе. Я просто сегодня кое-какую информацию говорю всем ребятам. Они в шоке. Они говорят, что это очень глупое решение. Даже Роме я рассказала, и это... Ты хочешь свалить хаосом? В общем, суть в том, что, ну, знаешь, меня бесит тут постоянные вот эти месячные, постоянные перепады каких-то настроений, гормоны. Только никому, пообещай, пожалуйста. Ну? Я хочу сменить пол. Все сразу, да, реагируют на это примерно так и думают, что это шутка. Но это не шутка. Лиза, никогда в жизни я тебе не поверю, потому что так, как ты за Ленчиком касаешься, ты хочешь быть геем. Кирилл, я понимаю, что тебе кажется, что это шутка, но я уже посмотрела, что в Таиланде делают такое. Мне, скорее всего, я не знаю, как там это работает. Мне, скорее всего, просто вырежут матку, и я буду пить гормоны. Вот. У меня будет такой мужской голос, я очень сильно хочу подкачаться. Знаешь, как эти бодибилдеры, вот эти девушки, которые выглядят... Лиза, ты головой бахнулась? Нет, я, скорее всего, даже пойду на плавание, чтобы подкачать как раз-таки плечи, чтобы я была такая. Sorry, но я не верю. Лен сказал то, от чего, в принципе, можно так... Я не буду говорить тебе, вернее, я скажу, но чуть позже. Так сейчас скажи. Кирилл, нет, я не хочу об этом говорить. Давай просто... Давай так. Как бы ты ко мне относился, если бы я сменила пол, выглядела бы как мужчина, разговаривала бы как мужчина, у меня был бы мужской такой басистый голос, и я, допустим, жила бы с Лизой. Мне бы пришлось к тебе нормально относиться. Пришлось? То есть ты против, да, трансгендеров и всей этой движухи со сменой пола? Да. Лиз, давай так. Если ты хочешь сменить пол, пожалуйста, меняй пол. Я нормально это восприму, постараюсь, и буду нормально с тобой общаться. Ты это хотела услышать? Да, я это хотела услышать. Потому что ребята сейчас так говорят, меня, ну, не обсирают, это мой выбор. Говорят, что это просто очень быстрое принятое решение, все дела. И я боюсь, что ты будешь думать так же. И я думаю, если меня, допустим, тут все за это зачемрят, как-то, не знаю, будут обижать, то смысл мне это делать? Я потом просто там... Лиза, это нормальная реакция. Ну, прикинь, я сейчас прихожу ко всем и говорю, блин, ребят, я хочу сейчас принять гормонотерапию и сделать из себя девочку. Честно, знаешь, как бы я отреагировала? Я бы тебя поддерживала. Только никому еще не говори, я не всем говорила, но... Все, давай, братюня, давай. Братюня. А, мы сейчас мужики, я поняла. Да. А как бы меня звали, если бы я была мальчиком? Саша. Реакция Кирилла сначала была странной, а потом, знаете что? Это было мило, потому что Кирилл реально готов меня поддерживать. И я очень рада, потому что я понимаю, что что бы я ни сделала, со мной все-таки останутся те люди, которые будут меня поддерживать. Но, что я хочу сказать. Я не хочу говорить сейчас, что это был пранк, потому что обо мне подумают, что я какая-то маленькая девочка, которая реально делает вот эти пранки, которая постоянно, блин, не думает, о чем говорит и так далее. Я хочу быть серьезной женщиной. Ну, или потом мужчиной. Я не знаю. Короче, пока что я не планирую менять пол. Пусть узнают, что это пранк те, кто следят за моим каналом. А, собственно, наверное, никто. Короче, если они узнают, я буду точно знать, кто смотрит мой канал. А вы, чтобы не пропускать видео, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и ставьте лайки. С вами была Лиза Найс, и это было жестко. И если хотите увидеть все-таки часть с Леоном, как он на это отреагировал, то пишите просто об этом в комментариях. Я, скорее всего, ее выложу, но я подумаю еще. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!